Дмитрий Штады Ну вот необычное такое, знаете, занятие. Вы рассказываете о такой узкой нише, да, то есть не в целом о том, как идет война, не в целом о том, как идет защита, оборона Украины, а конкретно именно об авиации. Почему сделали такое решение? Ну в детстве на самом деле каждый мальчик, наверное, мечтает стать либо космонавтом, либо летчиком-истребителем, поэтому это такая очень интересная тема. И авиация является одной из, военная авиация, наверное, одной из важных и серьезных составляющих в ведении, ну скажем, либо боевых действий, я так понимаю, либо оборонительных действий. Судьба так сложилась, что... Летчиком вы не стали, стали режиссером? Летчиком я немного не стал, я служил в военной части, которая была авиационная, но это было очень давно. А дальше вот судьба свела с заместителем командующего военно-воздушных сил, и мы как бы подружились, разговорились, и он рассказал очень интересные истории тех ребят, летчиков, которые были сбиты над зоной АТО и возвращались обратно. Через 100 километров, через 20, через 30, кто-то месяц, кто-то был в плену, было очень много разных историй. Вот, и ну так было обоюдно принято решение, что, наверное, интересно об этом создать и документальный фильм. Вот, соответственно, был... Два года назад был сделан первый фильм, воздушные защитники, часть первая, и год назад был сделан второй фильм. Но это же документальный киновый фильм. Да, это документальный киновый фильм. То есть в нём, в принципе, могут люди, которые в нём играют, они могут играть сами себя, рассказывать реальные истории о том, как это всё было. Именно так оно и было, там никого не было, посторонних людей, те люди, которые истории рассказывали, несоответственно, и были вот теми людьми, которые пережили эти истории. Есть какая-то история, которую вы могли бы вспомнить, которая вот больше всего берёт за душу, потому что, ну, действительно, может быть, не такой уж и героизм, но, по крайней мере, в обычной жизни такое происходит не каждый день. Конечно же, есть, и очень тяжело их отделять, историю одну от другой истории. Но я бы рассказал, наверное, о истории матери одного из лётчиков. Это всё-таки вот в прошлом году был фильм, посвящён борту Ан-26, где командир и второй пилот держали самолёт в том состоянии, чтобы остальные члены экипажа успели покинуть этот самолёт. И так, благодаря вот их стараниям, спаслось два человека от ценой жизни. Они погибли? Их очень долго не могли забрать тела оттуда, они находились на расстоянии более ста километров от нашей зоны АТО. Поэтому мать приняла, мать командира экипажа приняла такое решение, и она поехала на могилу, и на себе, прямо в мешках, она привезла эти тела домой. Ну вот такая, наверное, очень серьёзная история. То есть она история и о сыне, именем его назвали следующий борт Ан-26, который был на ремонте, после ремонта его назвали его именем. Ну я считаю, что и мать также показала свои героические, ну что ли, способности, наверное, так. Ну качество, безусловно, да. Украинцы проявляют себя такими, какими, возможно, сами и не ожидали, но в таких ситуациях, конечно, всё меняется. Один из следующих фильмов, который я, кстати, хочу посвятить и вдовам, и матерям героев. Потому как они того достойны, они как раз и воспитали наших героев, которые героически себя появили в тех военных ситуациях, в которых они оказались. Ваш фильм занял первое место, причём ещё и на профильном фестивале, флайфильм, да, и, казалось бы, очень много фильмов про авиацию, но, тем не менее, вот ваш стал первым. Как вы думаете, почему? Наверное, всё же фильм не о войне, фильм о судьбах людей, которые оказались в очень сложной ситуации, смотря смерти в глаза, наверное, и они поступали очень правильно, очень точно, что могло в одном случае спасти экипаж, в другом случае спасти самолёт, в третьем случае спасти, как ни странно, свою жизнь как лётчика, ведь для того, чтобы пилот стал настоящим лётчиком, на это очень большие суммы, действительно, денег должны тратиться государством. И часы налёта, и опыт, и это очень много, это очень много чего стоит. То есть, чтобы стать лётчиком, необходимо быть своего рода героем уже изначально, поскольку преодолеть этот тяжёлый путь не всегда бывает очень просто, я правильно понимаю? Там сочетание, видимо, нескольких факторов. Один из них — это и здоровье, конечно же, второй — это и математический склад ума, где нужно всё предусмотреть, и ещё какие-то очень много же есть... Ой... У лётчика очень много есть суеверий. Вот, расскажите о некоторых из них. Ну, например, самолёт перед полётом снимать нельзя. Вот, то есть после полёта тогда, да. А как же на взлёте? Вот, скажем, сцена, да, вот лётчик идёт в самолёт, садится в кабину, самолёт взлетает. Как же это снять? Ну, всегда противится. Выкручивали? Всегда, конечно, выкручиваются. Конечно, наверное, мы как... Те люди, которые всё же умеют снимать, и снимали там, может быть, давно, делали вид, что мы не снимали, а сами снимали. То есть всё... Какие-то нюансы были. А хорошо, какие ещё суеверия есть, с которыми вам пришлось работать? Нет, не расскажу я больше. Потому что откажутся сниматься в следующий раз. Конечно, конечно. Я понял. Вы показывали ваши фильмы уже в Европе. Как европейская публика отреагировала? Полтора года назад мы собрали этот фильм. Ещё один фильм, посвящённый... Назывался «Справжний бандеровцы». Вот. Никого нет уже живых из этих дедушек, которых мы снимали. Им было на тот момент съёмок 96-99. То есть это в прямом смысле «Справжний бандеровцы»? Да. Это очень интересно они рассказывали. Ну, суть не сейчас об этом. И эти фильмы мы под гидой проекта «Вина поруч» взяли с собой в Европе, провезли через Варшаву, Париж, Вену, Чехию. И в Германии мы были только в Мюнхене. Вот. И постарались собрать с помощью Министерства закордонных справ, с помощью наших волонтёров, с помощью жителей, которые давно уехали с Украины, проживают там людей, и показать им всё-таки вот то, что у нас сейчас. Это фильм о АТО и некую такую вот судьбу тех людей, которые когда-то воевали за Украину. И провести параллели. Почему тогда и почему сейчас? Наверняка будут много общих черт. Честно, мы даже не собирались, наверное, проводить эти параллели, но очень долго не отпускали люди. Мы ещё, наверное, часа два чуть ли не на каждом мероприятии было общение плотное, где как раз и параллели проводились, и, ну, много действительно, очень много разных было вопросов. Слушайте, ну вот понятно, что в Европе наверняка такую информацию воспринимают более лояльно. Возможно, вы знаете, как эти фильмы восприняли в России. Смотрели ли их там? Ну, наверняка, профессионального сообщества смотрело. Судя по тому, что было в Ютьюбе, когда мы фильм этот выложили, и один, и второй, там более пяти тысяч просмотров. Не так много, но достаточно. Конечно же, их смотрели и в России, но... Были какие-то комментарии, наверняка? Ну, конечно. Со стороны России всё-таки работает очень серьёзная информационная война против Украины, поэтому, конечно же, комментарии почти все были негативные. Какие у вас дальнейшие планы? То есть, я понял, что следующий фильм будет про вдов и матерей. Уже есть, скажем, конкретное понимание того, когда это будет сниматься, как это будет сниматься, есть ли герои уже, либо пока только планы? Значит, фильм про матерей и вдов, он только в планах. Ну, план на документальный фильм, его не так долго нужно рожать, создавать, он очень быстро делается, потому как герои, матери героев с авиацией, они все есть, я с некоторыми из них разговаривал, это очень тяжёлый, кстати, и фильм будет, я так понимаю, и разговор был очень непростой. Ну, хотелось бы, наверное, не только на авиации остановиться, потому что ведь есть очень много, много героев, много матерей, которые могут рассказать что-то важное, интересное о своём сыне и о своей жизни. Но кроме этого документального фильма, в следующем году мы будем снимать художественный фильм про лётчиков. Сценарий мы уже написали, сценарий готов. Надеюсь, что у нас будет поддержка со стороны Госкино, иначе мы его сами просто не потянем. Если документальный фильм, мы ещё можем собраться, как и в прошлый раз, когда мы делали эти фильмы, он же создавался просто в наших деньгах. То есть у нас всего участников четыре человека. Всего четыре, которые, то есть у одного была машина, у другого техника, у третьего монтажная станция, у четвёртого как автор идеи, как режиссёр, как сценарист выступал. Мы собрались, ехали, снимали всё. То есть это стоило, ну, видимо, небольших денег. То есть гонорары на части там, соответственно, никто из нас не получил, там просто были затраты на командировку. Я думаю, что лучший гонорар, это вот перед вами сейчас стоит, это награда за ваш фильм, это признание, это то, что... Вы проехали с ним по всей Европе, показали реальную Украину, ещё один, скажем, взгляд на реальную Украину, на реальную ситуацию в нашей стране, на реальное геройство наших украинских защитников. И я думаю, что тут это лучшая награда должна быть. Я так думаю, может быть, для вас по-другому как-то. Я очень благодарен то, что вот так получилось, и наш фильм наградили. Я считаю, что эта награда в большей степени относится к ребятам, про кого фильм, потому что мы в большей степени фиксировали то, что они говорят. А всё, что происходило, самое сложное, это именно с ними. Поэтому я отчасти считаю, что это награда, и их в том числе. Но для того, чтобы такие фильмы создавать, нужно всё равно иметь какое-то финансирование. Если его нет, то тогда нет возможности эти фильмы делать. Конечно, хотелось бы всё же чуть больше, наверное, найти финансирование. Тогда можно было, ну, может быть, тщательнее подойти, может быть, чуть получше сделать реконструкцию, может быть, чуть как-то приукрасить его, может быть, ну, не хватило, может быть, немного. Но всё равно фильм был достоин, и я считаю, что это хорошо. А вы обращались к кому-то за помощью? Скажем, я имею в виду не меценатов, а Госкино, например, либо в Министерство культуры. В Госкино мы подавали позапрошлом году проект, проект, который мы хотели провести аналогию между авиацией 1917 года и переурочить её к столетию. Вот сейчас, там, сто лет, как у нас, оказывается, была авиация, там было самолётов не два, не три, там было больше трёхсот. Это когда? В 1917 году. В Украине? В Украине. Больше трёхсот самолётов? Да. Надо срочно снимать об этом фильме. Вот, ну, и хотели провести, конечно, аналогию с нашими пилотами. Там очень много интересных зацепок, и внук Тараса Григорьевича Шевченко принимал участие в авиации. То есть там много. Ну, не знаю, на тот момент, видимо, посчитали, что, может, не очень актуально, может быть, мы не очень хорошо написали сценарий, который не был понятен комиссии. Всё может быть. То есть мы его себе-то в голове, наверное, представили, может быть, не очень правильно его подобрали. В общем, результата не было, а вот на эти фильмы вы уже не пробовали? Ну, эти фильмы уже сняты, на них невозможно получить что. Не, я понимаю, когда вы их планировали снимать, вы не пробовали обращаться? Нет, у нас на тот момент даже не было такого почему-то желания. То есть вот у нас просто возникло желание срочно это сделать, это снять. Ну, вы справились своими силами, уже хорошо. Да, да. Будете обращаться за помощью? Просто уж, коль вы сейчас на телевидении, да, есть такая возможность, вас, возможно, услышат те люди, от которых это зависит. Будете ли обращаться за помощью сейчас? Возможно, к меценатам, возможно, к каким-то фондам, я не говорю только про государственные. Я бы очень хотел бы обратиться к меценатам, к фондам. Не знаю, если вдруг получится такая связь, я обязательно об этом поговорим. Если нет, я считаю, что, в принципе, достаточно и Госкино для поддержки патриотического. Нет, ну это лучший вариант, конечно, Госкино. Если вас поддержат, это будет самый лучший вариант. Ну, скажем, если обращаться к инвестору, с инвестором нужно же выходить в ту историю, чтобы все же дальше потом фильм приносил прибыль. Иначе инвестиция, в общем-то, не нужна. Она не получается. Почему? Не всегда делается все ради прибыли. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Опять же, вот ради идеи, опять же, ради популяризации какой-то, скажем, какой-то главной генеральной идеи, особенно в нашей, вот нынешнее сейчас военное время, очень важно, поскольку, опять же, патриотизм должен воспитываться не просто на каких-то кричалках и лозунгах, а вот на этих историях. Ну, я в большей степени понимаю, что это вопрос не ко мне, это вопрос, скорее всего, к тем людям, которые имеют все-таки к Госкино отношение. Я не знаю, я просто, у меня есть желание, есть возможность, я беру и снимаю. Дальше беру и монтирую. Дальше беру и сам самостоятельно также продвигаю эти фильмы там на фестивале, то есть все-таки уже третий фестиваль, на котором были. Ну, поэтому, если вам помогут, то результат будет наверняка еще лучше, мы будем очень на это надеяться, поскольку, мне кажется, то, что вы делаете, это важно. Сегодня важно, актуально и нужно для Украины. Спасибо вам. Продюсер и режиссер Дмитрий Штада был гостем нашей студии, сегодня говорили об украинском кинематографе, о его перспективах, обо всем самом важном. Будем рассказывать вам и дальше, не переключайтесь и будьте в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова